Как заключенные из российских тюрем попадают на фронт? Правда ли, что их больше, чем российских военных? А кто-то вообще считает зэков в России? Сейчас станет понятнее. Убийцы и насильники, воры и гопники, можно сказать официальные теперь в российской армии, которых добавили к ворам и гопникам неофициальным, обычным, таким же, что уже были в российской армии. Сегодня мы с вами разберем в основном неподтвержденную официальную информацию, ведь никто не собирается считать российских зэков как в тюрьмах, так и в Украине. О путях их миграции по оккупированной территории тоже слабо известно, но тут есть хоть небольшая, но надежда их отследить или взять в плен. Кстати, специально под эту историю в России даже поменяли законодательство, фактически позволяя один раз нарушить закон перед отправкой на войну, которая потом все спишет. Мне позвонил представитель Вагнера и сообщил, что он погиб. Чтобы мы получили его награды, подписали заявление о том, чтобы его доставили домой. Знаете, мы когда у них начали спрашивать про то, что действительно ли он там, как мы можем убедиться, что гроб закрыт, они нам сказали, что нет нужды вскрывать его, ну, гроб открывать, потому что прежде чем отправлять в Вагнер, ну, ему ходить на абитуционную СВО, они берут у них какие-то ДНК, что хранится все это время. После ранения ему спасли в СВО жизни, он находится там. Ждите суда. То есть информацию как таковую они полностью не дают, но сообщили, что вот задержан был в конце октября, посиди, находится в СИЗО. И они действительно описали то ранение, что предоставила нам ЧВК Вагнер. Как в России хоронят пустые гробы? Такую невероятную историю рассказали каналу Дождь. Как одного из сидевших привезли хоронить домой в закрытом гробу и не давали его открыть. Таких историй на самом деле очень много. Но в этот раз, после давления со стороны родственников, открыть таки пришлось. И удивлялись все вместе, ведь там никого не оказалось. Более того, этот человек оказался жив и, вероятно, даже в плену. Зачем так делать? Просто чтобы экономить деньги на выплатах? Ну, то есть назад зэков все равно никто не ждет? С одной стороны, их, так скажем, наши украинские вооруженные войска утилизируют на территории Украины. И меньше нагрузка получается. С другой стороны, иногда на бюджет Российской Федерации. И места в колониях, в тюрьмах освобождаются. Я думаю, что план такой, чтобы заменить этих, например, зэков, которые отправляют на убой в Украину, заменить политзаключенными. И вот такая тенденция наблюдается также. Где они воюют? На самых горячих направлениях. Это Донбасс, это иногда Херсон, но там их меньше видели. Чаще всего отправляют туда, где не жалко. И это очень логично, ведь тогда можно не считать. И в таком случае можно гнать их вперед, не считаясь количеством погибших. Ну, медаль потом дать, и хватит с него. Я думаю, там больше ставка идет на вербовку зэка для ударных групп, которые направляются действительно на наиболее сложные направления на фронте. А уже после них, так скажем, продвигаются штурмовые бригады с десантника, возможно, или с других подразделений. Поэтому это такое, в принципе, не скажу, что это ноу-хау. Это всегда работало, мы помним, в период Советского Союза. Заградотряды, которые непосредственно не давали проходить. Отступать, вернее, зэкам штрафбатов, штрафбатальоны. Это все уже проходили, просто сейчас это более, так скажем, модернизировано. И подается очень, я бы сказал, профессионально на внутреннюю аудиторию. То есть, и здесь я думаю, что нам, Украине и мировому сообществу, нужно больше поработать вот с этой темой в контексте, ну, определения четкого имиджа российской армии. Потому что она состоит, по большей части, также из зэков, да, людей, которые убивали, которые насиловали, да, совершали кражи. Если в начале зэко-призывной кампании снимались ролики типа «Братва, приезжайте!», где передавались приветы в колонии, то сейчас таких призывов нет. Вроде как и так все хорошо идет. Но так ли это? Правда ли, Вагнер потеряли много зэков, и им нужно зэко-пополнение? А еще очень важно, что воровское сообщество на самом деле таких людей не любит. Даже так называемый «прогон по зонам», который несколько месяцев назад читала в эфире руководитель организации «Русь сидящая», по сути, это распоряжение или наставление от воров в законе, как жить дальше. Определял такой прогон по зонам этих людей довольно характерно. Я вам сейчас прочитаю, это совсем свеженький, то, что называется «воровской прогон». Я уж не буду вывести читать так только. «Прогон, жизнь ворам». «Мир дому вашему, в общем, арестанты». Данным прогоном хотим до вас довести следующее. Мы масса воров. Говорим вам, те, кто пошел на поводу мусорского и поехал убивать детей, женщин на Украину, написано, да, ну как написано, являются п***цами и не могут жить в общей массе, ну и так далее, и так далее. То есть, да, это прямой запрет. Это вот мир ворам, с пожеланием вам добра, здоровья, благополучия. Мы масса воров. Данный прогон размножайте и прогоните по всем тюрьмам и лагерям России. По данным правозащитной организации «Русь сидящая», которые, как понятно из названия, занимаются правами сидящей части России и их близких. Из 50 тысяч заключенных, которых завербовали в «Вагнер», воюют сейчас около 10 тысяч. Остальные или убиты, или ранены, или пропали без вести, или дезертировали. В том числе и с оружием в руках в России. Многих ищут до сих пор. Но если мы знаем множество историй, когда зеков на войне убивают только для родных, а они на самом деле продолжают воевать, то сколько их на самом деле есть? Ну, расходный материал, то есть, да. Зеки используются как часть тех ресурсов, которые Кремль направляет для того, чтобы любой ценой взять тот или иной какой-то населенный пункт или село условно Донецкой области, например. Поэтому я сомневаюсь, что там идет какой-то подсчет, например. Я даже больше скажу, что я уверен, что под этот шумок, когда Вакнер набирает и занимается рекрутом зэков в разных зонах, я думаю, там выпускают многих криминальных авторитетов. Под этот шумок также, скажем, руководство той или иной зоны зарабатывает на этом деньги, и в то же время никакого учета, также прозрачности, какой-то понимания нет. Кстати, не только Пригожин рекрутирует зэков. Минобороны тоже вроде как запускает такую кампанию по мобилизации. К тому же Вакнер теперь набирают и женщин. Ну, а почему нет? Всего на начало войны в России сидело 420 тысяч заключенных. 35 тысяч завербовали. 8% из этого числа, вот из числа сидящих 420 тысяч, это женщины. И процентов 10 еще это мужчины, которые уж никак не годны, никакой воинской службы. Это и по возрасту, и по инвалидности, и по всему. Итого, в принципе, у Пригожина был еще резерв. 1100-1150 он мог бы еще набрать мужчин заключенных. Но они перестали вербоваться, просто перестали категорически. И если мы видели еще 2-3 месяца назад, что в зонах вербуется по 500 человек, по 300 человек, то сейчас вагнерсы приезжают и 20-30 максимум. И не потому, что заключенные закончились. Они перестали идти. Что-то начало происходить, начало что-то доходить. О смертях, об обмании, о том, что это мясорубка, о том, что там не клюквенная кровь, что война – это не прогулка. О внесудебных казнях, о пытках. Все это начало доходить до тюрем. И они взяли этот резерв женщины, заключенные женщины. 8% их, порядка 60 тысяч на сегодняшний день женщин заключенных. И здесь, конечно, можно набрать будет несколько тысяч человек. Тем более, если честно, правда, с самого начала войны и в Руси сидящие тоже поступали письма от женщин заключенных с просьбой поспособствовать отправить их на войну. Более того, теперь заключенные могут становиться политиками. Но почему нет? Если маньяк-президент, то зэки-депутаты. На наступающих выборах в Думу многие партии собираются делать ставку именно на людей, воевавших, вернувшихся с войны. Целыми. А многие из них могут оказаться и бывшими зэками. И никого это волновать не будет. Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим, очень хорошим образованием. Причем те, кто закончил видовые академии, это уже вторая специальность в муниципальном направлении. Да, они были заключенные, были осуждены по различным статьям и отбывали свой срок. Но они добровольцами вызвались защищать свою родину. Причем не где-то, а в ЧВК «Вагнер», где довольно-таки жесткий подход к выполнению боевых задач. Так давайте мы скажем прямо, что да, вчера, когда-то полгода назад, они были зэками. А сегодня, наверное, все-таки они герои, которые свои сами, рискуя жизнью, защищали свою родину. Большинство тех, кто сегодня амнистирован, они вернулись и встали в строй обратно в ЧВК «Вагнер», дальше защищая нашу родину, достойно воюя и уничтожая противника. В России в 2010 году, во время забастовки в Белореченской воспитательной колонии, ну а после и на митингах во многих русских городах, где полиция паковала людей пачками, мы слышали слоганы с аббревиатурой АУЕ «Аристантский уклад един». Тогда это воспринималось российскими политиками ужасно. Даже самому Путину докладывали, что этот ужас насаждается детям в интернатах и школах. Называли это уголовной идеологией и даже проблемой нацбезопасности. А русская православная церковь даже предложила заблокировать в интернет все группы и посты с так называемой «блатной романтикой». Но все это было допригожно. Теперь можно. От себя, как говорится, от родины. 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух, и мы полетели неизвестно, да? Теперь вы прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвую. Те, кто у нас был на солидаре... Парни, кто здесь на солидаре был? Спасибо. Да. Те, кто был на солидаре, знают, что Сталинград отдыхает. Я сегодня ночью оттуда прилетел. Бодренько. Поэтому вам спасибо. Вам, Родина и народ, в долгу перед вами. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы Челокова, мне рабочих не бывали. Всем дали книжечку. Адреналин держим в себе. То, что научились, гражданки не используют. Врагов нету, все свои. О Пригожине мы тоже не можем не упомянуть в этой теме, ведь этот человек собирал зэков по зонам. Он обещал им и делал картинку для остальных, что все будет отлично, если их, конечно, не убьют, что маловероятно. Также через полгода именно он и отпускал первых зэков, как и обещал, даруя им помилование, что должен на самом деле делать президент, но тот не будет марать руки, ведь кто знает, кому он дает это помилование. В общем, картинка складывалась такая, что Пригожин пообещал и вроде как выполнил. Неважно, для всех или для нескольких. Стоит довольно целый невредимый. Спасибо вам. Парни, вы прошли, как говорится, кровь, земля, говно и сахар. Было тяжело и очень тяжело. Судьба зэков в Украине, как в Бермудском треугольнике. В основном неизвестно, да и кому нужно считать их в России. Выжил – хорошо, целый выжил, вернешься повоевать еще. Но а те, которые не вернутся, будут гулять по России и повторять свои преступления, за которые не досидели или которые совершали уже в Украине. В любом случае, психологическая травма тюрьмы ляжет на психологическую травму войны. Зачем зэки в российской армии и не больше ли их, чем обычных военных, я надеюсь, стало понятнее. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова